Всем привет! Сейчас я запишу для вас полный детальный обзор на смартфон Huawei Honor 6. Смартфон интересный, смартфон классный и действительно в нем есть что рассказать и что показать. Итак, давайте приступим к его рассмотрению и начнем рассматривать его с его внешности. А внешность у него очень красивая, стильная и модная. Смартфон у нас выполнен в последнее время в модном форм-факторе, я бы так сказал. То есть передняя и задняя панелька у нас выполнены из стекла, корень Gorilla Glass 3. На передней части у нас находится 5-дюймовый IPS OGS Full HD дисплей. Сверху находится решеточка разговорного динамика, фронтальная камера, датчик уведомлений и также сенсоры приближения и освещения. Снизу у нас на этой панели ничего абсолютно нет, то есть сенсорные кнопки там отсутствуют. Они у нас перемещены на экран. С правой стороны у нас находится кнопка регулировки громкости, кнопка включения-включения блокировки и разблокировки. И вот такой вот лоток, под которым у нас прячутся две сим-карты и также слот для microSD-карт. Как видите, слот открывается очень просто, без всяких дополнительных скрепочек, иголочек и так далее. То есть просто поддели ногтем и вытянули вот эту вот заглушку, которая сидит там очень хорошо и абсолютно ни при каких условиях не вылетает, не выдергивается и так далее. То есть сидит там хорошо и считаю, что это более удачное решение, чем вот эти вот лотки, которые без какого-то тонкого специального предмета типа скрепки достать просто невозможно. На левой грани у нас ничего нет. Сверху находится у нас 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников, либо же гарнитуры, дополнительный микрофон и инфракрасный порт для управления различной техникой, вроде телевизоров и так далее, которые имеют такой же интерфейс, и соответственно, который можно через него управлять. Снизу находится microUSB-разъем, который можно подключить смартфон к зарядному устройству, либо же к компьютеру, и также основной микрофон. Задняя крышечка, как я говорил, у нас сделана из стекла, то есть это у нас закаленное стекло, которое имеет у нас фактурный рисунок. Сейчас, если будет видно. Да, вот, видно. То есть он в такую мелкую-мелкую сеточку сделан. На первый взгляд кажется панель черная, но на самом деле там есть еще дополнительный рисунок. Находится у нас также здесь основной логотип, который называет, точнее название смартфона на задней крышке основная камера, двойная светодиодная вспышка, основной динамик. И здесь какие-то надписи о том, что это у нас версия SH-60 L02. Есть версия L01, L02, L12. То есть это у нас версия L02. Крышечка у нас несъемная, то есть посмотреть какой аккумулятор мы там не можем, но мы знаем, что аккумулятор там у нас 3100 мА, и аккумулятор довольно-таки неплохой. Давайте также приступим к рассмотрению экрана этого смартфона. Экран порадовал, потому что цвета у экрана очень даже такие интересные. То есть углы обзора у экрана как бы без вопросов, то есть все хорошо читается под любыми углами, но есть у него небольшой недостаток. То есть на черном фоне при вот таких углах, то все-таки видно небольшое выцветание. Но это, я думаю, что не является серьезной проблемой, потому что основная масса людей использует смартфон вот в таком вот виде, вот в таком вот виде, ну никак не вот в таком вот виде, и никак не вот в таком вот виде. Так что к недостаткам одести я это абсолютно не могу. То есть дисплей хороший, дисплей качественный, мне лично дисплей понравился, поэтому вопросов у меня к нему абсолютно нет. По яркости, запасы яркости просто у экранчика на высочайшем уровне. То есть вот у нас максимальная яркость, вот у нас минимальная яркость. То есть в таком режиме можно очень комфортно использовать смартфон фактически в любых условиях, что в помещении со слабой освещенностью, что на ярком солнце. То есть в любом случае смартфон будет отрабатывать себя очень хорошо и поможет вам использовать его на полную и получить довольствие при любых условиях, в которых вы будете читать изображения на экране. То есть что пасмурная погода, что яркое солнце, что темное помещение, что вечером вы привели же себе отдыхать и переснув все что-то захотели посмотреть. То есть без проблем экранчик вам поможет это сделать и соответственно насладиться и получить позитивные и приятные эмоции от использования этого экрана. Тесты. Что нам показали тесты? Как всегда посмотрим Antutu. Antutu нам выбил целых 41 143 балла, что является хорошим результатом. Написал даже супер, но это не максимальный результат, который может выбить этот аппарат. И о этом максимуме поговорим чуть позже. По смартфону, что у нас внутри, это модель H60L02, Huawei Honor 6, вот только что Antutu подгрузил из интернета информацию. Android 4.4.2, процессор HiSilicon Kirin 920, это собственный процессор компании Huawei, то есть они не закупают, сами разрабатывают. Графический ускоритель у нас Mali-T624, разрешение экрана у нас 1920 на 1080 точек, основная камера у нас 13 мегапикселей. Оперативной памяти целых 3 гигабайта. Это первый смартфон, который попал ко мне на тест, у которого есть 3 гигабайта оперативной памяти. И много это или мало, ну я скажу так, то есть в моем убеждении, в моем понимании оперативной памяти много никогда не бывает. То есть чем больше оперативной памяти, тем лучше. Тем более, что если сейчас посмотреть на доступную память, то доступно чуть больше половины. 1.6 гигабайта доступна память и сейчас для использования другими приложениями. Встроенной памяти у нас 16 гигабайт, из которых изначально доступно пользователю всего лишь 11.4, 46, ну это почти что 11.5 гигабайт. Вот, то есть разницы, например, по моделям. Вот L02 имеет у нас поддержку сетей четвертого поколения, имеет 16 гигабайта встроенной памяти. L01 имеет у нас только GSM-модуль, то есть он не поддерживает сети четвертого поколения. И L12 имеет у нас то же самое, что модель L02, только 32 гигабайта оперативной, встроенной памяти. Процессор у нас, как я уже сказал, Kirin 920, 8 ядер, которые работают на частоте до 1,7 ГГц. Плотность пикселей 480 dpi, фронтальная камера у нас 5,1 мегапикселя. Так, едем дальше, смотрим, что нам скажет Android SensorBox, какие датчики у нас есть у этого устройства. Датчика у нас фактически есть полный набор, то есть есть у нас акцелерометр. Также есть у нас датчик освещения, который корректно работает. Есть у нас сенсор ориентации, который отслеживает положение смартфона в пространстве. Ну и есть у нас, конечно же, датчик приближения. Есть также гироскоп, не очень живой, но он есть. Есть у нас датчик звука, то есть звуковый сенсор, потому что есть микрофон. И есть у нас магнитный сенсор, который тоже работает у нас корректно. Смартфон у нас имеет очень даже приличную аппаратную начинку, то есть мощный процессор, очень даже довольно-таки мощный графический ускоритель, который работает в паре с процессором, и достаточный, более чем достаточный объем оперативной памяти. И благодаря этому смартфон отлично справляется с играми. И сейчас я покажу, как это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА